Слава Богу! У каждого свой путь, своя дорога, свой крест для испытания в пути. И каждому маршрут дается Богом. И дай Господь нам сил его пройти. Вот ты шагаешь, гордо улыбаясь. Причины нет скорбеть и горевать. Достаток, дом, машина неплохая. И дети в церкви, жив одец и мать. А ближний как твой? Да, его ты знаешь. Не раз, смотря на жизнь, о да, не раз ты осуждал его, сам забывая, что он ведь тоже Божие дитя. Концы с концами еле-еле сводит, а про детей и вовсе нету слов. Проблема с частой гостью в дом заходит. Бывает ему очень тяжело. Он не пропустит ни одно собранье, чтоб нужды свои к Богу принести. А у тебя мысль снова в подсознании. О, сколько можно! Не надоело ли? Ты думаешь, что ты духовнее многих, коль все так мирно, славно и легко? А он, мол, заслужил, коль сам в итоге влачит так состояние свое. Испытывает Бог его в невзгодах, и это крест его, мой друг. А ты, раба чужого, осуждая строго, становишься судьей его судьбы. Но отворец его судьбы Всевышний, так значит, осуждаешь ты Творца. Нечто помочь, утешить помолившись, в его огонь подкладываешь угля. Знай, это дело тоже испытанья, и для меня, мой друг, и для тебя. Господь все видит, и Он точно знает твои поступки и твои дела. Когда пред Богом мы с тобой предстанем, чтоб дать отчет за прожитую жизнь, тебя Господь не спросит, как прекрасно и счастливо ты жизнь свою прожил. Дела предстанут судьями реально, и мысли быстрой лентой пролетят, как будет нам и стыдно, и печально, что до конца мы не смогли понять того, что Божий мир, Божий Сын, придя на землю, в наш мир принес покой и благодать. Без исключения всем, богатым, бедным, и каждого Он хочет испытать. О, не суди, но бремя пусть другого реально будет бременем твоим. Так станем исполнителем закона Христа Иисуса и Его любви.